Наверное, будет правильнее сказать, не с победой, а с выходом в полуфинал. Все-таки в основное время мы уступили 2-3, хотя хочу сказать, что игра была такая обоюдоострая, с хорошим антуражем, с хорошими эмоциями и с хорошей игрой со стороны обеих команд. Хочу похвалить и соперника. Это единственный был шанс у Бате, чтобы продолжить борьбу за попадание в Еврокубки. Понятно, что повышенная мотивация у соперника была, поэтому и матч такой получился. Наша команда стремится побеждать в каждом турнире, поэтому для нас кубок не исключение. Последний раз Минская Динамо выигрывала кубок Беларуси в 2003 году, это очень давно было. Поэтому есть мотивация у всей команды и у ребят, которые не владели кубком. Есть те, кто и выигрывал, но я сейчас вижу по команде, что те ребята, которые выигрывали кубок Беларуси и владели этим трофеем, все равно в этой команде хотят выиграть именно поэтому. С этой точки зрения повышенный градус и мотивация хорошая у двух команд была. Что касается игры, то она была не закрытая, она была открытая. Одна и вторая команда искали свое счастье у ворот соперника, достаточно много голевых ситуаций. Ну и еще раз говорю, сюжет был закручен. 2-2 счет, основное время и пропускаем третий гол на флажке. И тут эмоции менялись, то у одной команды, то у другой. То у нас положительные эмоции, то у соперника отрицательные, то наоборот. С каждым забитым голом мы вот две команды и, естественно, болельщики обеих команд переживали вот такие эмоции. Очень хорошо, что есть такие матчи по накалу, по сюжету, голы забитые. То есть в начале сезона, наверное, чтобы подогреть интерес ко всему сезону, да, это очень хорошо, что сегодня такая игра получилась. И что мы в ней вышли победителями, еще раз говорю, по сумме двух матчей. Поздравляю команду, очень рад за команду, за их характер, который проявили. Мы все-таки в психологическом плане, нам было, ну поверьте, непросто. Мы проиграли суперкубок в серии пенальти, и здесь опять серия пенальти. Это вызов определенный, да, и вот здесь я в какой-то степени постарался перед тем, как ребята шли исполнять 11-метровые, успокоить команду. И сегодня сам лично назначал всех бьющих. Глеба Жердева выпустили под этого, именно уже под исполнение 11-метровых, для того, чтобы парень... То есть все футболисты сегодня уверенно пробили, поэтому проходим дальше. Еще раз говорю, благодарен болельщикам за поддержку и поздравляю ребят своих с победой. Вопросы, пожалуйста. Андрей Мостовский, вы можете спросить, что ситуация после гола Олега Таренко. Он бежал, показал, что эмоции... Что произошло? Ну, что произошло, но обычные эмоции Олег после того, как стал чемпионом Беларуси в составе Минского Динамо. Это его первый титул в его карьере. На мой взгляд, должна быть человеческая и профессиональная благодарность тому клубу, где ты завоевал свой первый титул. Мы благодарны Олегу за эти эмоции, которые он проявил. Концовка сложилась так, как она сложилась. Олег не забил пенальти. Значит, мы сделали все правильно в этом матче. И удача была на нашей стороне. А Олег пускай готовится к следующему матчу. Никаких обид, поверьте на Олега. Олег молодой парень, ему еще в футболе очень долго играть. И самое интересное, что талантливый парень. И я ему откровенно в прошлом году говорил, Олег, у тебя есть хорошие шансы играть на очень хорошем уровне. Тебе нужно чуть-чуть перестраиваться под мужской современный футбол, а не стараться играть так, как тебе удобно. Нужно играть так, как команде это нужно. Вот если Олег сумеет перестроиться таким образом, он может вырасти в очень хорошего футболиста. Хотя он уже не молод, да, 23 года, по-моему, это уже такой зрелый возраст. Поэтому ему, в принципе, он, если брать в сторону, убрать вот эти эмоции, да, которые проявились, да, а взять его непосредственно игру в двух матчах и в первой игре, и сегодня, да, то в целом он как бы хорошо выглядит в боте. Дай бог ему, как говорится, чтобы у него все получилось в боте, никаких вопросов. Но мы идем дальше. Просто показалось, что вы чуть-чуть были там на грани того, чтобы... Ну, я контролирую свои эмоции, но я был на грани, да, на грани, да. И считаю, что в какой-то степени проявление вот этих эмоций от Олега Никифоренко, это даже неуважение не ко мне, а неуважение команде. Хотя он заявляет о том, что у него есть конфликт с главным тренером, никакого конфликта нет. Да? Подширная ротация, мы с вами говорили о ней после матчей в среду. Насколько вы довольны тем, как перед составом все это сработает? Ну, я единственное могу, наверное, сказать о том, что раз мы прошли в следующий раунд, значит, мы все правильно сделали, да, потому что на самом деле есть некоторые моменты, да, которыми я остался недоволен, недоволен, да. Вот, но в целом хочу повторить о том, что сегодня, наверное, вот то, как это случилось, проход следующий раунд, да, вот эти эмоции положительные, которые команда испытала, поэтому здесь я не буду сейчас говорить, что у нас не получилось из задуманного, да. Я скажу, что с большего практически все получилось. Единственный есть момент, который нам нужно подкорректировать, но это уже, я говорю, командный такой вот момент. Я думаю, что не на пресс-конференции. Есть моменты, я поднялся. Говорили о том, что у Окола было после проигранного суперкубка немножко такое состояние, не очень, поэтому он сыграл Каратай. Почему все-таки выбрали Федора на эту встречу? И когда дошло до пенальти, были ли уверены? Ну, скажу так, что Артем Каратай в первом матче хорошо сработал, может быть, за исключением одного эпизода, когда мы, если помните эпизод, когда в конце жимо бил в наши уже оголенные ворота, когда надо было длинную передачу сыграть, он решил на сохранение, а мы, защитники наши, просто оказались не готовы к этой передаче. Ну, не по этому эпизоду мы приняли решение. Просто банально вот мы распределили, так скажем, нагрузку. Федору доверили матч на суперкубок в стартовом составе, он весь матч отработал. А здесь понимаю то, что надо Артему тоже давать шанс, потому что он в какой-то степени очень хорошо работает. Не в какой-то степени, а очень хорошо работает. И в прошлом году он в Славе, да, был основным голкипером, хороший игровой тонус получил, поэтому, в принципе, он готов конкурировать. Поэтому и выбор был на него именно уже в матче с Батте в первом. Ну, а сегодня опять вернули Федора. Это, опять-таки, это уже принятие решений. Мы с тренером вратарей, конечно, тоже советуемся и принимаем окончательные решения. То есть я и свое мнение имею по этому поводу, и, конечно, прислушиваюсь к мнению вратарей. Ну, то есть вы не переживали по серебряной? Нет, абсолютно нет, абсолютно. Будут ли еще вопросы? Если вопросов нет. У нас есть вопросы еще по серебряной. Знаете, если я, правильно, посчитал, что это по памяти, все пробили в одиноку, в левую. Это просто так совпало? Нет, конечно, ну не я же, поверьте, говорю. Но вы назначали их, может быть, еще и говорили. Нет, я назначал именно, знаете, по той причине, что я понимал. Ну, первое, игроки должны быть свежи, да, те, которые вышли. Плюс я всегда смотрю на людей, какая их реакция. Бывает, конечно, человек, когда не уверен, он, видно, сразу как бы уходит от принятия решений именно с точки зрения. Есть футболисты, которые смело говорят, я пойду бить. И это вызывает уважение, потому что видно, что человек уверен. Но в то же время здесь вот нужно было хладнокровие сохранить для того, чтобы назначить и правильную последовательность именно бьющих, да, и плюс те люди, которые должны исполнить этот 11-метров. Ну, раз мы выиграли эту серию пенальти, значит, мы сделали все правильно. Ну, тут еще раз говорю, заслуга всех ребят, которые пробили, уверенно, уверенно пробили. Продолжение следует...